Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья. Я в садовом центре Лейка. Это город Махачкала. Был завоз орхидеи. Вижу море красоты. Ну, рассмотрим, чем порадовали нас архаманов. Выбор, я считаю, на любой вкус. Ну, и на средний кошелек. Вот, начинаю обзор с крайней орхидеи. Я ее сразу узнала. Это орхидея Хазар. Очень пышный цветонос в этом завозе. И сами орхидеи крупные. Ну, конечно, некоторые цветочки пострадали в дороге. Примялись, привяли. Ну, очень жарко. И, конечно, дорога для них была, наверное, не самая легкая. Ну, есть и свежие цветочки. Ну, вот розетка и корни просто в шикарном виде, я считаю. Вот название, да, Хазар. Меня порадовало, что вот на некоторых горшках есть название. Иногда часто сомневаюсь и радуюсь, когда сорт подтверждается записью. Венозный вот такой вот сорт этой орхидеи. Трудно мне угадать, потому что вот похожих орхидей таких очень много. Сейчас я хочу посмотреть цену, а потом вернусь. Вот, с одним цветоносом 1390 рублей. Там с двумя цветоносами я уже увидела 1590 рублей. Так, вернулась к этой красотке. Нарядная орхидея. Очень красивая серединка. Так, есть название. Но стальжи. Мудз. Что это? Настроение или ностальгия. Я бы не угадала название. Я даже такое название и не слышала. Вот эта красотка мне очень понравилась. Тоже не буду гадать, а поищу название. Так, есть или нет. Здесь, если на одном экземпляре не нахожу, я ищу подобный. Иногда стирается название или заклеивается ценником. Вот. Еще нашла такую же орхидею. Так, у ней... А, вот есть Магдалена. Вот красотка Магдалена. Красивая, конечно, орхидея. Розовые пошли. Так, эту, кажется, я знаю. Это Блумингтон. Сейчас проверю сама себя. Часто в завозах бывает это орхидеи. Некрупные цветки. Ну-ка, точно, точно. Блумингтон. Кто не знает, запоминайте. Хотя розовых орхидей, конечно, бывает много. Но некоторые сорта запомнить можно. Бывает необычный цветочек. Не как все розовый. Так, вижу белую орхидею. Я никогда не интересовалась особо сортами белых орхидеи. Но вот этот, мне кажется, я знаю. Сейчас проверю. Точно, полярный медведь. Серединка мне нравится у этой орхидеи. И вот эта серединка, я ее и запомнила. Желто-коричневая такая, с усиками. Белые орхидеи любят все. В коллекции должны быть у каждого хотя бы парочка белых орхидеи. Ну, неважно даже какого сорта. Вот такая орхидея розовый такой цветочек. С крапом. Так, есть название. Есть. Оренока. Нет, никогда не слышала даже такое название. Вот очень интересно, если подписаны горшки. Ну, тут я смотрю, ну, не на всех будут названия. Ну, буду искать, если получится. Вот эта орхидея мне понравилась. Я люблю такие расцветки. Названий искала. Нету названия на этой орхидее. Вот что-то в сорте. И от Дикого Персика. И от Лека Фантастик. И от Фронтеры. Вот этот разброс вот этих крапушек. Посипали. Ну, красивая орхидея. Вот жалко, пострадала. Ну, экземпляр здоровый. Ничего страшного. Домашним цветением кого-то очень порадует эта орхидея. Но только если она зацветет не летом. Еще белая орхидея. Для интереса посмотрю тоже, есть ли название. Вот очень похожие белые орхидеи. Ой, что это такое? Даже не знаю. Лези Сэнд Дэй, что ли. Какое-то ленивое воскресенье. Ну, название интересное. Не запомню. Поэтому не буду стараться. Ну, прочитать так очень интересно. Вот эта нежная такая орхидея. Ну, здесь вот видите, уже закрыт горшочек. И название уже может и есть. Но прочитать не могу. Если кто купит эту орхидею, возможно, найдет название уже под этой этикеткой. Вот такая крупноцветковая розовая с желтой серединкой. Очень красивая. Очень крупный цветок. По-моему, он даже самый крупный вот в этом заводе. Так, вот эта красотка что это? Или Аркадия, или Нептун. Не помню уже. Они очень похожи. Так, вот эта красота на Польку Дотс похожа. Вот эта орхидейка мне понравилась. Названия нету на ней. Вот сейчас есть какие-то новинки. То ли пожар, то ли ищу какое-то название. Кто узнал эту орхидею, напишите. Может, у кого-то продается эта орхидея с названием. Ну, красивая, яркая. Сам цветочек не крупный. Я даже назвала бы эту орхидею мультифлорой. Но листья крупные, как у стандартной. Вот видите, тестовый номер. Интересная орхидея. Сурсонг. Много их в этом завозе. Феррара есть. Очень много. Я даже не буду искать названия. Потому что Феррару я очень люблю. И ее трудно спутать с другой желтой орхидеей. Сипалий немножко волнистый. Очень насыщенно ярко-желтый цвет. Такая коричневатая серединка в крапушек. Кстати, очень люблю эту орхидею. Но никогда у меня ее не было. Вот бы интересно узнать название. Вот эта справа орхидея. Пестренькой. Черные полосы, наверное, уже все знают. Тоже не стоит даже поднимать горшок, читать название. Очень узнаваемая орхидея. Выглядывает такая бледно-розовая. Очень много сурсунга в этом завозе. Мне нравится еще вот эта сиреневая с белой серединкой. Есть такой беглипчик розовый. Но вот в жизни он намного ярче. А вот на камеру почему-то получился бледным. Вот эта красотка. На горшке название не нашла. Но я этот сорт часто встречала в обзорах. И его называли сорт Лиза. Поэтому, я думаю, все-таки вот сравнила в интернете. Вроде это и есть эта самая Лиза. Вот еще 590, если уже два цветоноса. Я достала несколько экземпляров. Думала, может все-таки где-то есть название. Но название не нашла. Вот только есть цифры. Нежный такой цветок. Такой желто-молочного цвета. С крапушками посерединке. Вот эта пестрая орхидея. Название тоже не нашла. Сейчас я ее решила вытащить. Все-таки рассмотреть. Ну вот, такие побитые лепестки многие. Трудно рассмотреть. Даже рассветка очень яркая. Вытащила ближе к свету. Очень крупные листья. Но это столько места надо. А, здесь даже что-то написано. Сейчас попытаюсь. А, Мерафлора. Ну что, это название? Это вряд ли сорт. Ну вот, что написано, то и написано. Хотя до сих пор название... Вот запись сорта совпадала. Вот такая бледно-розовая орхидея. Очень красивая. У меня типа такой есть. Тоже без названия до сих пор. Красивая. Нежная. Ну вот, такой сорт надо видеть живьем. Вот здесь тоже тестовый номер. Названия нет. Вот такая попроще есть, желтенькая. Такие сорта тоже очень много названий. Так, я забыла, как называется. Это орхидея с Вероникой, не Вероникой. Подскажите, кто знает. Вот выглядывает какая красотка. Темно-бордовая, с белой окантовочкой. Белой серединкой. Очень красиво. Вот, я думаю, что это Амадора. Сейчас попытаюсь на какое-то найти название. Ну, я еще поближе встречу эту орхидею обязательно посмотрю. Вот это мне тоже очень понравилось. Выпиленная серединка. Такие насыщенно-сиреневые лепестки. А, ну, это красавец. Это классика притория. Но время часто завозили, потом перестали. Такая широкая окантовка по краю лепестков. Именно бывает у притории. Красивый цветок. Вот, 1590 на два цветоноса. Это орхидея. А, вот название есть, да? Притория. Красивая. Вот, мне тоже очень нравится. Это орхидея. У меня есть джирайт. Ну, мне кажется, это она и есть. Очень, так я, круглые лепестки. Крупный, красивый, такая насыщенная окраска. Долго цветущая эта орхидея. Вот с одним цветоносом. 1390. Очень много в этом завозе вот таких орхидей. Розовых, с желтой серединкой. Крупный цветок. Необычная такая окраска. Название прочитать не могу, даже если оно есть под оберткой. Красивый цветок. Еще одна крупноцветковая орхидея, артнова. У меня сейчас есть, повторно зацвела летом. Очень крупные цветки. И долго цветет. Вот такая пестрая тоже. Посмотрите, какая необычная форма цветка. Когда лепестки округлые, весь цветок получается чуть ли не круглый. Красивый. Мне понравилась эта орхидея. Тоже название не знаю. Необычный цветок. Очень красивый. Есть выбор. Знаете, порадовал меня этот завоз. Я даже не ожидала. Так наугад ехала. Летом вообще мало. К нам привозят орхидеи. Вот 1590. Это желто-бордовая красотка. Сейчас посмотрим, есть ли на ней название сорта. Я думаю, это Амадора. Точно, Амадора. Красивый цветок. Яркий, позитивный. Опять я встретила вот эту полосатую орхидею. Очень она меня заинтересовала. Особенно, вот смотрите, вот этот по центру цветок. Какая губа. Потихоньку он переходит в Биглип. Широкая, отличается губа от боковых цветочков. Ну и от всех остальных. Так, ищем название. Есть, что это такое, доминион. Это как владычество, что ли. Такое название я не встречала. Вот тоже интересная расцветка. Тоже что-то из новеньких сортов. Два цветоноса, 1590 рублей. Со здоровьем орхидеи в этом завозе на 5. Ни одну больную орхидею я не встретила. Вот такой цветочек. Есть вот такой Биглипчик. Очень необычный, пестрый. Кто любит такие расцветки. Думаю, что я пропустила. Так, опять этот полосатик. Все-таки еще раз решила название прочитать. Да, доминион. Ну, не буду пытаться запоминать. Ну, может и запомню. Я столько в этом завозе рассматривала этот цветок. Может даже запомню. Он такой интересный, белорозовый. Такой темненькой серединкой. Такие расцветки. Если у орхидеи один цветок не будет смотреться. А вот букетом это завораживающее зрелище. Я вытащила эту орхидею. Потому что там очень хорошо доехали все цветочки. Такая букетная орхидея. Такой приятный розовый цвет. Цветок сантиметров 8. Не тоже не мелкий, но не очень крупный. На подарок будет очень красиво. Такая красотка. Коралловая орхидея. Смотрите, сколько еще бутончиков. В хорошем состоянии. Еще долго процветет. У меня есть коралловая орхидея. Беспроблемная. Долго цветущая. Вот увидела отдельно стоят еще орхидеи. И даже вдалеке я вижу еще одну клумбочку. Подойду потом и туда. Что здесь вижу? Вот это беленькое. С красной губкой. Вот такой пестрый биглип есть. Еще белая. Это Гоя. И вот эта темненькая орхидея. Интересно. Здесь должно быть... А, вот название. Эдукшн. Эдукшн. Образование, что ли. Что-то в этом вроде. Ну, такая эффектная орхидея. Даже выглядит как бархатистой. Темная. И такой неоновой серединочкой на колонке. С корнями все хорошо. Очень крупные экземпляры. Но меня уже не радуют такие крупные орхидеи. Вот Гоя. Все-таки, да, это Гоя. Здесь тоже есть название. Но я ее узнала сразу. Вот тоже понравилось рассветкой цветочков. Какие они яркие. Очень красивые орхидеи. Ну, и вот эта орхидея, на которую я думаю, что это сорт Лиза. В этом завозе много этой орхидеи. Вот идем дальше. Я вижу, видите, вдалеке еще стоят орхидеи. Я не знаю, это те же сорта. Но я посмотрю, постараюсь показать, если встречу что-то новенькое. Ну, то, что не показывала. Так, вижу опять притори, белые сурсонки, феррары. Так, что я еще вам не показала? Очень интересно вот так искать, так заманчиво. Вот сурсон, почему-то домашнего цветения, мне не нравится, как цветет. Как-то блекло. А вот магазинное цветение мне всегда нравится. Вот эту орхидею я вам не показывала. Я ее сама вижу впервые. Очень яркая, необычная. Вот здесь подороже есть почему-то. Вот я встречала в интернете вот эту орхидею с названием Алисия. Кто знает, другое название, напишите. Вот тоже очень красивая бархатная орхидея с красивой губой. Пышный такой букет. Не знаю, может здесь три цветоноса, что такая цена. Или уже сам сорт подороже идет. Так, эту я вам показывала. Так, смотрю глазами. Вот такая нежная красотка. Ну, тоже подороже встречается тоже. Может, начинаем привыкать, что орхидеи стоят и больше двух, и даже если бабочкой больше трех тысяч. Опять Суру Сонг. Вот здесь или Ола, или Ред Пионера. И так и так называют эту орхидею. Одна она стоит. Чуть-чуть я ее не пропустила. 1390, потому что один цветонос. Вот эти две орхидеи. Такие красотки. И рядом смотрятся они очень шикарно. Вот эту я вам показывала. Их тоже много. И эту полосатую тоже. Еще раз прочитаю это звание. Да, все тоже владычество. Доминион, что ли. Потом встретила вот такой интересный Беглиб. Необычный, интересный. Но цветы немножко примялись. Так невозможно их развернуть. Но все равно видно рисунок. Не очень много цветков. Ну, Беглибы редко бывают такие пышно цветущие. А вот, правда, и Беглибы как раз-таки пышно цветущие. И мне он очень-очень нравится. Вот такие нежные расцветки. Не очень крупный цветок. У Беглиба очень нравится. Но здесь тестовые цифры. Названия нет. Ну, шикарный Беглибчик. Примялись цветочки. Ну, очень красивый. Опять Сурсонг. Дома я не уделяю внимания, например, этому сорту. А здесь так и тянет меня просмотреть. Сурсонг. Так и написано. Так, что я еще не показала. Ну, вот это Аркадия или, как я говорю, Дептун. Путаюсь. Вот такая розовая орхидея. Название. Не знаю. Сейчас глянем. Пинк. Пиар, что ли? Розовый персик, что ли? Сейчас на другом посмотрю. А, вот, вот. Ну, тоже вот. Немножко стертое название. Но явно, как бы я перевела, как розовый персик. Нежная, розовая. Ничем особо не примечательная в моих глазах орхидея. Вот пышно цветет. И недешево стоит. Вот тоже розовая, но с такой насыщенной малиновой губой. Уже цветок у этой орхидеи покрупнее. Цена больше двух тысяч. Ну, экземпляр пышный. Крупная орхидея. Красивый букет. Вроде такой ничем не примечательный особо цветочек. Но, когда их много, выглядит очень красиво. Ну, две тысячи, может быть, даже немножко перебор. За этот сорт. А может, я и ошибаюсь. Так, еще одна розовая красотка. Раньше для меня орхидея, это означало, в моем таком воображении, розовая орхидея. Черные полоски опять. Вот эта малиновая такая с белой губой. Хотелось бы знать мне название. Кто знает, напишите. Пестренький вот такой беглипчик. И уже в конце я увидела, кто-то отставил вот эту орхидею. Очень красивая. Чем-то на попкорн, где напоминает по рассветке. Посмотрю. А количество цветов, мне кажется, и не сосчитать. Шикарный беглипчик. Ну, на этой красоте я с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!